Глава 7. Хесед. Доброта. Так ты установил твою верность. Таилим 89.1-3 Задача человека — созидать мир в согласии с Божьими заповедями и понятиями. Любой, кто совершает Хесед, — доброе дело. Созидает и завершает мир. Бог как бы создал незавершенный мир, который передал человеку, чтобы тот завершил его, исполняя свое предназначение в нем. Чтобы стать совершенным, еврей должен обрезаться, причем только на восьмой день. Седьмой день служит символом Божьего труда, и седьмой день завершается восьмым. По этой же причине евреи названы Баним — дети Бога. Вы — дети Господа вашего Бога. Дворим 14.1 Слово Баним напоминает биньян — строение. Проход 64. Алиф. Ученые Торы распространяют примирение повсюду в мире, как сказано, «Все твои дети будут научены Господом, и велик будет мир твоих детей» — Ишаяу 54.13. «Читай не «Банайих» — твои дети, но «Банайих» — твои строители». Конец цитаты. Бог дал человеку заповедь плодиться и размножаться, — Берешит 1.28, чтобы он смог породить новые поколения. Все вместе они смогли бы создать мир в согласии с совершенной Божьей этической системой. По этой причине человек является и детем Бога, и строителем Бога. Созидая этот мир, подражая Божьим качествам, человек привносит в него гармонию и совершенство. Еврейское слово, означающее «качество» — «мидот», означает также «измерение». Так, Божий «мидот» — это учение и ценности его мира, а также та измерительная трость, при помощи которой этот мир созидается. В этом духе следует понимать стих «Таилим 89.3». Мир построен на доброте. Любой, кто творит дела доброты, величайшего из качеств Бога, кто созидает мир согласно Божьим критериям, делает его совершенным в согласии с волей Бога. Наши мудрецы сказали, а вот Дераби Натан 4.5, «Я желаю доброты, не жертвоприношений». Ошея 6.6 «С самого начала мир был построен только на доброте, ибо Я сказал, что мир построен на доброте». «Таилим 89.3». Вот что сказано в Йелкут Шимони «Таилим 89.840». Смотри также «Медраж Таилим» там же. Учение Этана из Рахита «Я буду петь о доброте Господа вечно. Для всех поколений я сделаю известной твою верность моими устами». «Таилим 89.1». Это согласуется со стихом «Пусть тот, кто гордится, гордится тем, что он понимает и знает меня, что я есть Господь, который проявляет доброту, справедливость и праведность на земле, ибо это мне приятно, говорит Господь». Ирмиягу 9.23 Учение Этана из Рахита «Бог сказал, ты стал мудрым, ибо эти качества мне приятны. Если кто-либо прославляет меня, пусть он прославляет меня только за них». Конец цитаты «Как сказано Ошеа 6.6 «Я желаю доброты, не жертвоприношений». Царь Давид сказал ему «Доброты ты желаешь, и я прославлю тебя за твою доброту. Тебе, о Господь, принадлежит доброта». Таилим 62.13 «И Бог заслуживает славы не за доброту в единственном числе, но за многие его доброты. Я буду упоминать о добротах Господа». Ешаяу 63.7 Точно так же сказал и Этан «Я буду петь о доброте Господа вечно». Таилим 89.2 Этана спросили «На чем покоится мир?» И он ответил «На доброте, как сказано, его престол был основан посредством доброты». Ешаяу 16.5 С чем это можно сравнить? Со стулом, у которого четыре ножки, но одна слишком короткая. Некто взял камень, чтобы поддержать его. Точно так же и с престолом Бога, который, так сказать, слишком короток, пока Бог не поддержит его. Как он это делает? Добротой. Мир построен на доброте. Таилим 89.3 Царь Давид сказал Таилим 136.5 Тому, кто пониманием создал небеса. А на чем покоятся небеса? На доброте. Миру сопутствует его доброта. Там же. Мы также читаем. Коэлит Раба 7.1.4 Если кто-либо отрицает, что Бог добр, это тоже, как если бы он отрицал его существование. Конец цитаты. Вот как велика любящая доброта. Итак, мир покоится на доброте. Однако у мудрецов есть и другое высказывание. А вот 1.12. Мир покоится на трех вещах. На торе, служении Богу и любящей доброте. Конец цитаты. Тора и служение Богу – это способы улучшить поведение человека. А правильное поведение зависит от доброты. Если бы не было доброты, мир погрузился бы в хаос, и люди начали бы пожирать друг друга живьем. Человека отличает от животных именно умение проявлять доброту к другому человеку, даже незнакомому. Именно это качество поднимает человека на уровень чуть ниже ангелов, а возможно, что и немного выше их. Способность человека давать и жертвовать своим имуществом и временем ради другого – это то качество, которое Бог намеревался сделать главным в своем творении. Не стоит заблуждаться. Доброта сама по себе – это еще не главное предназначение творения и торы. Скорее, это наиболее выдающееся, наиболее явное выражение скромности, самоотречения, покорения злых позывов и принятия Божьего ярма. Давая, человек подавляет желание получать. Когда человек интересуется своим ближним, он подавляет эгоизм, высокомерие и похоть. Когда нищий принимает даяние от других, в этом нет ничего достойного похвалы. Принимая, человек не выполняет ни одну заповедь. Смысл заповеди полностью в том, что человек дает, что он исполняется милосердием и забывает о себе, своем имуществе и интересах, подавляет свое эго и дает что-то другому, будь то деньги или время. Таким образом, он развивает смирение. Человек только тогда выполняет свое предназначение, когда подавляет злые позывы и похоть, высокомерие и эгоизм. Именно ради этого он и был создан. Совершенно очевидно, что главное предназначение добрых дел состоит не в том, что получатель получает, а в том, что дающий дает. Это видно из следующей истории. Нагдимон бен Гурион был очень богат и любил благотворительность. Однако, во время разрушения второго храма, раби Йоханан бен Закай увидел, как дочь Нагдимона собирает ячмень среди фекалий животных, принадлежащих арабам. Раби Йоханан бен Закай воскликнул и сказал, как тебе повезло, Израиль, когда ты исполняешь волю Бога, ни один народ или язык не может тебя одолеть. Когда ты этого не делаешь, он ставит тебя под ярмо низкого народа, причем не самого этого народа, а его животных. Конец цитаты. Разве Нагдимон бен Гурион не занимался благотворительностью? Цитата. А на Гдимоне бен Гурионе было сказано, что когда он выходил из дома и шел в дом учения, перед ним расстилали шелк, чтобы он ступал по нему, и бедные сворачивали и забирали его позади него. Возможно, что, первое, он занимался благотворительностью, чтобы снискать почет. Второе, он делал меньше, чем следовало, как говорится в пословице «по верблюду и поклажа». Конец цитаты. Конец цитаты. Конец цитаты. Конец цитаты. Конец цитаты. но еще и укрепился в нем, а тот факт, что бедный что-то получил, в данном случае не принципиален. Наши мудрецы сказали, Песахим 8, Алиф, «Если человек говорит, пусть эта села, крупная сумма, будет милостыней, чтобы жил мой сын, или чтобы я получил небесный жребий, тогда этот человек абсолютно праведен». Раша комментирует, «Полностью праведен в данном вопросе. Мы не говорим, что он действовал неискренне, но что он исполнил заповедь своего Создателя давать милостыню, а также имел в виду собственное благо, что он заслужит небесную награду или выживание его Сына». Конец цитаты. Здесь Раша определяет, что об образцовом исполнении заповеди можно говорить только тогда, когда главным мотивом является исполнение заповеди Бога, пусть даже если при этом имеется и личная заинтересованность. Главным критерием оценки добрых и благодетельных поступков является именно мотивация человека. Тот же талмудический источник, то Сафот, говорит, «Учит, а вот один дробь три, «Не будь как слуги, которые служат своему господину, чтобы получить награду». Здесь имеется в виду, что если ожидаемое вознаграждение не получено, человек раскается в том, что сделал благотворительный поступок. «Если у человека нет такого раскаяния, он полностью праведен». Конец цитаты. Мы также читаем в Псахим 50 бет. «Равины учат, и трудолюбивый и ленивый человек получают награду. «Трудолюбивый – это тот, кто работает всю неделю, но не в пятницу, когда заповедь требует прекратить работу и готовиться к субботе. Ленивый не работает всю неделю, в том числе и в пятницу». Конец цитаты. Чуть ниже в том же источнике. «Рава указал на противоречие. Сначала говорится, «Твоя доброта велика до небес». Ты или им 57 дробь 11. А затем «Твоя доброта велика превосходит небеса». Там же 108 дробь 5. Как это возможно? Последнее место относится к ситуации, когда человек проявляет доброту искренне. А первое, когда у него есть скрытые мотивы. Этот ответ соответствует Раби Игуде, который сказал, «Человек должен всегда выполнять Тору и заповеди, даже если он не искренен, ибо из неискреннего исполнения вырастет искреннее исполнение». Конец цитаты. В Тософот там же о последнем высказывании задается вопрос. «Разве Рава сам не сказал, проход 17 алиф, «Тот, кто изучает Тору неискренне, то лучше бы он не был сотворен?» Ри отвечает, что этот источник говорит о человеке, который изучает, чтобы иметь возможность выглядеть важно, спорить со своими товарищами и побеждать их в изучении Торы, но не чтобы притворять ее в жизнь. Однако здесь имеется в виду тот же случай, что и с упомянутым ленивцем, который получает награду, когда не работает всю неделю, в том числе и в субботу. «У этого человека нет злого намерения, он просто ленив, однако даже в этом случае его доброта велика до небес». Конец цитаты. Здесь мы снова видим, что при выполнении заповеди главную роль играют побуждение и мотивация. «Если человек изучает Тору ради злой, недостойной цели, то он не только не выполняет ни одну заповедь, но еще и противоречит цели своего бытия. Если он выполняет заповедь не искренне, но без злых побуждений, он заслуживает некоторую награду. Однако ясно, что он не может встать в один ряд с тем, кто исполняет заповедь искренне и с полностью добрых побуждений». Далее следует отрывок из «Махараша», к Тувот 67 алиф, где Талмуд объясняет, почему Нагдимон бен Гурион давал милостыню только чтобы снискать почет. Цитата «Подразумевается, что даже если он давал столько, сколько должен был, поскольку он делал это не ради заповеди, но ради получения почета, он был наказан за неискреннее побуждение. Вне сомнения, этот случай показывает, что даже неискренняя благотворительность награждается, когда человек дает милостыню, чтобы его сын выжил». Неискреннее выполнение с целью снискать почет скорее всего хуже, как в объяснении Тософот на Песахим 50 бет в отношении принципа, что человек должен изучать Тору, даже если он неискренен. О том, кто изучает, чтобы снискать почет, здесь сказано, лучше бы он не был сотворен. Многие в нашем поколении умножают свое богатство нечестным путем, оскверняя Божье имя и воруя у неевреев. Затем они делают пожертвования из этих денег, чтобы получить ежегодное признание, публичные благословения на службе, известность и славу. Это не что иное, как исполнение заповеди в результате греха. И, как здесь сказано, такое богатство не сохранится. Конец цитаты. Дорогой друг, здесь мы видим фундаментальный принцип. Формальная сторона дела не главное, что важно, так это мотивы и побуждения. Если человеком движет зло, то он не только не выполняет заповедь, но совершает ужасный грех, облеченный в заповедь. Мы читаем в Бава Батра 10 бет. Раби Йоханан бен Закай спросил своих учеников, «Дети мои, что означает высказывание «Праведность возвышает народ, но милосердие к племенам – грех». Мишлей 14, дробь 34. Раби Илезер ответил, «Праведность возвышает народ, это Израиль, о котором сказано». Первая летопись 17, дробь 21. «Кто, как твой народ Израиль, один народ на земле?» Но милосердие племен – грех. Все благотворительные и добрые дела народов – грех для них, ибо они делают их только, чтобы получить известность. Раби Гамлиэль ответил, «Благодетельность возвышает народ, это Израиль». Но милосердие племен – грех. Все благотворительные и добрые дела народов – грех для них, ибо они делают их только для оправдания высокомерия». Конец цитаты. Однако евреи, искажающие Тору, находятся под таким влиянием иностранной культуры, что превращают доброту и милосердие в самоцель. Таким образом, они поднимают эти качества над заповедями, что умаляет значимость последних. Такие люди доводят понятие доброты и милосердия до глупой и опасной крайности, причем среди них самих могут быть злейшие враги еврейского народа. Милосердие – лишь часть, хотя и довольно важная, главной задачи Торы – научить человека самоотречению и кротости. Все заповеди существуют только ради этой цели, хотя доброта и милосердие являются наиболее прямыми путями к ней, что я показал выше. Всякий раз, когда человек проявляет к своему товарищу даже незначительную доброту, это уменьшает его злые позывы и высокомерие. Когда человек сочувствует своему товарищу, глубоко ощущает его боль, он подавляет свое высокомерие и возвышается. следовательно, милосердие и доброта – лучший способ борьбы с гордыней. Когда нееврей предложил Гелелю научить его всей Торе, то есть главной мысли Торы, пока тот стоит на одной ноге, Гелель ответил, Шаббат 31 Алиф, «Не делай ближнему того, что ты не хочешь, чтобы сделали тебе». В этом вся Тора. Остальное – комментарий. Иди и изучай. Этим он имел в виду следующее. Цель Торы – создать человека, который смирит себя, обуздает свое высокомерие и эгоизм, подчинит злые позывы и освободится от алчности и надменности корня всего зла и нечистоты. Самый прямой и быстрый способ достичь этой цели – любить товарища и проявлять к нему доброту. Такие дела выражают суть Торы – разрушение эго. Поэтому Гелель и сказал, что в этом вся Тора. Ведь разрушение, эго – главная цель Бога. Здесь мысль о любви к товарищу выражена наиболее ясным и точным образом. Однако остальное, все прочие заповеди комментируют данный принцип. Они показывают нам, как именно подавлять злые позывы. Когда человек проявляет любовь и другие нравственные качества только потому, что они ему нравятся, он никогда не достигнет главной цели – разрушения своего эго. Однако человек должен показать, что любовь к ближнему для него не сама цель, но существенная часть истинной цели – разрушение эго и принятие Божьего ярма. Чтобы это показать, он должен исполнять все заповеди, даже такие, которые, казалось бы, противоречат логике и нравственности. Только поняв роль доброты и милосердия в контексте Торы, мы сможем понять и их ограничения, например, те, когда запрещено проявлять доброту и милосердие, как уже объяснялось. Доброта, подобно всем прочим качествам, описанным в Торе, есть не что иное, как черта Бога. Мы должны подражать в этом Богу, если хотим уподобиться Ему. Шаббат 133 бет. Цитата. «Это мой Бог, и я прославлю Его». Шмот 15.2 Аббашауль сказал, «Прославлять Его означает уподобиться Ему. Как Он добр и милосерден, так и мы должны быть добрыми и милосердными». Конец цитаты. Здесь содержится двойное послание. Важно не только быть добрым и милосердным, но еще и уподобиться Богу. То есть стать добрым и милосердным в том смысле, как это определил Бог, а не мы. Наши мудрецы сказали, Сифри, Экев 49, «Ходить всеми Его путями». Дворим 11.22 Тора перечисляет их. «Господи, Господи, всемогущий, милосердный и добрый, долготерпеливый и обильный добротой и истиной, помнящий добрые дела до тысячного поколения, прощающий грех, мятеж и ошибку». Шмот 34.6.7 Также сказано, «Кто призовет имя Господа, будет избавлен». Иоиль 3.5 Как человек может призвать имя Господа? Вероятно, как Бог назван милосердным и добрым, так и мы должны быть милосердными и добрыми, свободно жертвуя собой ради всех. Как Бог назван праведным во всех своих путях, Таилим 145.17. Так и мы должны быть праведны, как Он назван святым во всех своих делах там же, так и мы должны быть святы. Вот почему сказано, «Кто призовет имя Господа, будет избавлен. всякого, кто призван во имя Меня, я сотворил, образовал и создал для Моей собственной славы». Ишиягу 43.7 А также «Господь создал все ради своего собственного предназначения». Мишлей 16.4 В другом месте мудрецы сказали сота 14 алиф, что имеется в виду во фразе «За Господом своим Богом ты должен ходить» Дворим 13.5 «Может ли человек ходить за Богом? Разве не сказано до этого «Господь твой Бог, пожирающий огонь» Дворим 4.24 Вернее сказать, мы должны подражать качествам Бога, как Он одевает на Гова Цитата «Господь Бог сделал для Адама и его жены одежды из кожи и одел их» Берешит 3.21 Так и мы должны одевать на Гих Бог посетил больных Цитата «Господь явился Аврааму у терпентинов Мамре» Берешит 18.1 Так должны делать и мы Он утешал скорбящих Цитата «И случилось, что после смерти Авраама Бог благословил Ицхака его сына» Берешит 25.11 Так должны делать и мы Он хоронил мертвых Цитата Он захоронил его в долине Дворим 34.6 Так должны делать и мы Конец цитаты Далее мудрецы говорят Танхума Ваишлах 10 Бог явился Якову Берешит 35.9 Это согласуется со стихом «Все пути Господа доброта и истина» Таилим 25.10 Когда Муше сказал Израилю «За Господом своим Богом ты должен ходить» Дворим 13.5 Добавив «Исследовать его путями» Там же 19.9 Они ответили «Кто может следовать Божьими путями?» Разве не сказано Наум 1.3 «Господь в вихре и шторме его путь Облака пыль от его ног Твой путь был в море И твоя стезя в великих водах Твои шаги неизвестны» Таилим 77.20 Огонь пожирает перед ним Вокруг него мощные бури Там же 50.3 Муше ответил «Я не это имел в виду Божьи пути Это милосердие Истина И любящая доброта Все пути Господа Это доброта и истина В них также входит Любящая доброта Ибо начало, середина И конец Торы Любящая доброта Тора начинается с того Что Бог одел ногих Господь Бог Сделал для Адама И его жены Одежды из кожи И одел их Берешит 3.21 В середине Он посещал больных Господь явился Аврааму У терпентинов Мамре Берешит 18.1 В конце он хоронит Мертвых Он похоронил его В долине Дворим 34.6 Мы также должны Подражать Божьим качествам Смотри Коэлит Раба Коэлит Раба 7.2 Восердие Бога Выше всех остальных Его качеств Но при этом Оно является Одним из них Все Божьи Качества Сосредоточены В Его доброте Которую Он Проявил Когда Одел Ногих На рассвете Мира Все Божьи Качества Чисты и Святы Они Отражают Его Всеобъемлющую Благость И всемогущество Все заповеди Данные Еврею Призваны Сделать Его Настолько Богоподобным Насколько Это Возможно Это Достигается Путем Преодоления Высокомерия Эгоизма И злых Позывов Корня Всего Мирового Зла И Нечестия Божья Доброта Является Частью Всех Остальных Его Качеств Пока Они Проявляются В правильное Время И в Правильном Месте Вот о чем Говорится В Танхума Эмор 15 Царь Давид Сказал Таилим 89 Дробь 7 Ибо Кто В небесах Может быть Поставлен В один Ряд Я Орог С господом Раби Абин Алеви Сказал Кто Как Бог Ибо Он Поддерживает Сирот И насыщает Голодных Я Орог Может Означать Обеспечение Средств К существованию Каждый Каждый Субботний День Он Должен Полагать Его По порядку Я Орог Всегда Вайкра 24 Дробь 8 Другое Объяснение Кто Сравнится С Богом Который Одевает Нагова Я Орог Может Означать Лишь Одежду Как Сказано Шовтим 17 Дробь 10 Набор Эрех Одежд И твои Продукты Еще Одно Объяснение Ярох Может Означать Лишь Войну Они Организовали Ваярху Войну Против Них В долине Сиддим Берешит 14 Дробь 8 Это Учит О том Что Бог Воюет В войнах Израиля Конец Цитаты Мы Снова Видим Фундаментальный Принцип Среди Божьих Качеств Не только Доброта И Милосердие Но и Война И Месть Все В свое Время Как Сказал Царь Шломо Мишли 15 Дробь 23 Все В свое Время Как Это Хорошо Дорогой Друг Запомните Этот Принцип Каждое Доброе Дело Которое Человек Делает Для Своего Товарища Еврея Выполняет Две Заповеди Первая Это Непосредственно Та Заповедь Которую Он Выполнил Дал Милостыню Выдал Замуж Бедную Девушку Посетил Больного Вторая Это Всеобъемлющая Заповедь Которая Относится К каждому Доброму Делу А именно Заповедь Любить Товарища Люби Ближнего Как Самого Себя Вейкра 19 Дробь 18 Каждый Раз Когда Человек Поступает Милосердно Со Своим Товарищем Евреем Он Проявляет Эту Любовь Выполняя Всеобъемлющую Заповедь Смотри Мои Комментарии По этой Теме В главе 10 Кто Может Измерить Ценность Доброты Проявленной К товарищу Еврею Наши Мудрецы Учат П.А. 1.1 Вот Вещи Для которых Не предусмотрено Ограничений Край Поля Первые Плоды Жертвоприношения При паломничестве Любящая Доброта И изучение Торы Вот Вещи Прибылью От которых Человек Наслаждается В этом Мире В то Время Как их Главная Ценность Хранится В будущем Мире Уважать Отца И мать Проявлять Доброту И творить Мир Между Соплеменниками Но Изучение Торы Превосходит Все Это Конец Цитаты Только Тора Объясняет Как Выполнять Все Остальные Заповеди Мудрецы Учат Бава Кама 17 Бет Велико Изучение Торы Ибо Оно Ведет К Выполнению Это Также Высшая Ценность Изучения Торы Как Таковая Что Я Надеюсь Объяснить Позже Мудрецы Повествуют А вот Дераби Натан 4 Дробь 5 Что Когда Раби Иашуа Увидел Гибель Храма Он 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 Горе Нам Что Место Где Грехи Израиля Находят Искупление Уничтожено Рабан Йоханан Бен Закай Ответил Сын Не Переживай У нас Есть Форма Искупления Которая Подобна Храму Дела Любящей Доброты Конец Цитаты Доброта И добрые Дела Это Общая Заповедь В которую Входит Много Более Конкретных Благотворительность Выдача Замуж Бедной Девушки Посещение Больных Утешение Скорбящих И так Далее Потенциал Добрых Дел Поистине Неизмерим Когда Один Человек Что-то Делает Для Другого Пусть Это Даже Доброе Слово Он Являет Доброту На Которой Основан Мир Каждое Доброе Дело Которое Человек Делает Для Товарища Потому Названо Добрым Что Содержит В себе Доброту А Доброта Это Фундаментальное Основание Всего Хорошего Раби Элазар Сказал Сука 49 Бет Благотворительность Вознаграждается Только Соответственно Доброте Которую Она В себе Содержит Как сказано Ошеа 10 Дробь Сейте Благотворительность Для себя Пожинайте Соответственно Доброте Раша Комментирует Давание Является Благотворительностью Забота Которая При этом Проявляется Является Добротой Например Когда Приносят Деньги В дом Бедного Или Берут На себя Заботу По помощи Ему Короче Обращают Полное Внимание На благополучие Бедного Человека Конец Цитаты Как же Прав Раши Снова Мы Ясно Видим Предназначение Благотворительности И доброты Воздействовать На душу Того Кто Ее Проявляет Кроме Того Даже Благотворительность Является Частью Доброты Поскольку Доброта Главный Смысл Благотворительности Мы Читаем А вот Дераби Натан 4 Дробь Какие дела Сделал Даниил Он Оплачивал Свадьбу Невесты И ободрял Ее Хоронил Мертвых И давал Деньги Бедным Конец Цитаты По сути Наши Мудрецы Различали Между Благотворительностью И любящей Добротой Как таковой Цитата Любящая Доброта Лучше Благотворительности В трех Отношениях Благотворительность Имеет отношение К деньгам Любящая Доброта К делам Или Деньгам Например Долг Без Процентов Благотворительность Нужна Для Бедных Любящая Доброта Для Бедных Или Богатых Благотворительность Нужна Только Для Живых Любящая Доброта Включает Дела Совершаемые Для Мертвых Сука 49 Бет Отсюда Мы видим Что в Талмуде Понятие Благотворительность Всегда Связано С деньгами Тогда Как Любящая Доброта Обычно Выражена В практических Делах С Божьей Помощью Мы проанализируем Оба Эти Случая